всем привет вы на канале самозванцы с вами как обычно дед пихур и евгений мы сегодня вы уже поняли что в гостях у деда пихура мы к нему заехали не просто так мы заехали за офигенным сувениром так сказать новогодним материалом для работы а именно финики мы взяли 20 коробок это где-то 140 150 килограмм дед пихуру уже на своем канале начал снимать про финики они кстати очень сладкие мы попробовали они прям сладкие сладкие и вот заодно рекомендации как вот их обрабатывать ну первое они как раз не обработана ничем поэтому будет очень хорошо здорово но самое главное это избавиться от косточек но я не стал избавляться из косточек варил перегонял главное разбить разбивала миксером но есть еще одно ну как-то рецепт один интересный если он вам подойдет берете всю семью и ножичек не каждую косточку в отдельности через неделю работы когда там два ящика из 20 вы сделаете вы плюнете засыпите все в бочку залете кипятком и строительным миксером разобьете все это дело охладите и будете сбраживать я так сделал принципе чем хорошо я вам говорю что вот из 20 ящиков я получил чистого спирта 40 литров это очень сладкий можно посчитать да это очень сладкий причем я не добродил даже до конца так что пробуйте дерзайте я вот про сбор семьи и разделка косточек это откуда финики иранские иранские это вот в таких странах где по 20 детей в семью можно кажется этим заниматься всех собрал посадил и потихонечку режешь один рецепт если пить было чуть-чуть побольше можно было купить специальную машинку за 15-20 тысяч долларов там она стоит купить эту машинку да и она будет вам очищать от косточек притаскали мы финики в лабораторию приняли значит такое решение что будем действовать по такому плану первый у нас сегодня день так сказать подготовка мы все финики перекинем сейчас в пароводяной котел часа два кипятнем и все это дело у нас будет стоять запариваться до следующего дня ну сутки после того как она более-менее все остынет мы уже будем финики вытаскивать и дробить дрелью но как бы план такой миксером мигну миксером да там фольжно у нас да установили фольжно смотрите тут же фарик кончилось установили фольжно мы оттуда будем этот компотик сливать который получится у нас процессе кипячения но сейчас что просто закидываем финики 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 вот и начинаю все дело кипятить давайте покажем какого качества нас финики финики иранские вот они мы пробовали очень сладким да очень не такие хорошие ну как пластилин все ну давайте сразу раз разорвал тогда все разрывай косточки вытаскивать нет спасибо дай мне половинку не пиньки офигенные вкусно потихонечку распаковываем и скидываем по одной вот этой маленькой этой друг за другом все туда воды чуть-чуть сейчас нальем включим мешалку чтобы они давно был дыхались как бы ну и соответственно все закинем и водой дополним до целого до целого по этого ну до целого уровня до полного что там заполнилась водой хоть я ну еще фольк но не и покрыт водой пока конус заполняется были сейчас по ходу у нас мусора будет ну да мы сейчас мешки возьмем какие-нибудь чё закинь еще несколько штучек и мы сейчас посмотрели эти финики они блин тонут тонут я хотел знали вниз до плавучи справедливо не очень что-то не то и сейчас в водой заполнять и будем мешалку без остановки чтобы она работала чтобы потом они если ее остановишь и она и они вниз собьются и потом мешалка просто хрен провернется я думаю так что будем включать мешалку и засыпать все это дело ладно пока же не засыпает я пойду мешок сейчас возьму что пусор можно было перекидывать на отходов будет много прошло где-то в районе 30 может быть 40 минут немножко подустали потому что все разгребать выковыривать вот так это все выглядит запад кстати приятный но пахнет каким-то вот мне кажется кексиками карамелькой запах хороший но приятный запах заполняем по полный куб нагрев рубашки уже идет и вот такие вот у нас отходы да тут куча всего еще три-четыре мешка это внутрянки это на улице мужа вытащили ну да все разгоняем до 99 градусов там дальше будем кипятить потихонечку то есть ориентировочно два часа мы хотим кипятнуть аккуратнее горячее да 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 сам рукой прислонился это температура у нас в кубе уже 72 градуса давайте посмотрим что там и как посмотреть финики финики уже надулись по консистенции они очень стали мягкие я думаю что все таки мы сначала решили кипятить все это дело пару часов но наверное кипит не будем вот сейчас там 70 75 градусов доведем оставим все это дело на ночь пускай это все финики пропитаются влагой и завтра будем как-то их разбивать пока не знаю как либо бочки либо в пвк но до кипения доводить наверно все таки не будем все еще антон звонила решить действие говорит чтобы компота не было все таки как лучше бы чтобы не доводить до кипения но я чё-то подумал тоже думаем были надо посмотреть там с финиками с финиками ни разу не работали как они себя поведут но в принципе на температуре 70 градусов они стали уже такие мягенькие хорошие то есть принципе я думаю мы миксером их раздолбаем так что все выключаем все это дело так стоп вырубаем и ждем до завтра пускай они еще постоят по замачиваются я думаю станут только мягче все прошли ровно сутки посмотреть температура у нас 57 градусов то есть на 20-30 градусов она опустилась и это все дело выглядит вот так я снял сейчас мешалку подготовил дрель миксер сейчас попробую разбить как все будет выглядеть не знаю посмотрим ну знаете я думал будет все хуже на самом деле минут за 5-7 я тут миксером продолбил все уже такая кажется ведь такая вот получается но она достаточно густая я все-таки думаю что лучше перелить в бочке и с водой немного разбавить потому что ну очень густая я думаю дрожжам будет плохо работать да и непонятно через котле будет так что подготавливаю сейчас сколько там две-три бочки и на них этот объем раскидываю посмотрите вот бочку она уже перелил все вообще засрано сверло уронил туда он все в этой финиках выглядит все это дело вот так вот сейчас покажу слив но сливается нормально все сейчас заполняем бочки вот я не знаю может быть все-таки часть в пвк ставлю либо полностью солью вот уже пол пвк я слил и бы не знаю что делать с ним конечно наверное все таки постараюсь я на большую часть бочек распределить чтобы пвк помыть и он чистенький стоял ну что я все отмыл котел отмыл фольжно достал что мы хотели изобразить с фольжном она в принципе не нужно на самом деле получается по опыту теперь уже знаем но мы хотели сделать следующее подумали что ну знаете как компот как будто будут ягодки болтаться вода там до воду мы сольем эту сладкую которую финики выделят в любом случае и уже будем разбивать в этой сладкой воде финики но отдельно их убирать но финики превращаются в жесткое желе и фольжно там смысла нет его туда ставить так я все слил по бочкам утра беспорядок у нас жесткий сейчас вчера ничего не вынесли посмотрите вот такая консистенция получается в принципе довольно таки жиденько я думаю нормально будет дрожжем работать финики не попадаются целые то есть в принципе нормально и кости все упали вниз сейчас еще пройдусь тут понемножечку чисто так для форсу бандитского и уже будем добавлять дрожжи но перед этим сейчас я замерю сахаристость по сахару вот эта бочка составила 21 процент я не знаю сейчас одна виду положу будет видно нет 21 процент то есть в принципе эти все бочки приблизительно будет ну 19 20 я просто воды вил на глаз повторюсь вели фиников фиников у нас сколько там 150 килограмм было 150 но еще одну коробку мой выкинули потому что там она была прям совсем плесневая а так в целом получается наверно сто тридцать килограмм у нас получилось фиников 130 140 где-то вот так приблизительно но все всыпаем turbo дрожжи будем их бродить вот этими трубаками ну и посмотрим за сколько все дела сбродит засыпаю все это дело на самом деле очень хороший показатель по сахару получается как сахарная такая брага 20 процентный так мы все тоже процедуру выполняем со всеми бочками сейчас я перемешаю чутка ну все прошло часов 12 финики забродили я посмотрите поднимается вот такая шапка но она но не выпирает из бочки вот там дырочки образуются для выхода углекислого газа я вот эту бочку уже шапку начал сбивать вот так все это выглядит ну все сверлом сбиваю раз нет несколько раз в день все это дело вот такая шапка давайте покажу вам посмотрите с утра я вам снимал как все забродило прихожу в обед а здесь такая картина слава богу что ничего не протекло вот так вот по ходу шапочка поднялась и чуть-чуть тут брызнула хорошо что оставил достаточно много места в бочке но так все-таки эффект самозванцев не поймали вообще все нормально я думаю дистиллят будет хороший смотрите это вот эта бочка была закрыта крышкой все-таки турбаки сильно брожение дают сильное и очень опасно что такая вот пена будет шло около 7 дней посмотрите вы на последнем наверное кадре уже видели что было сильное пенообразование я решил все-таки не рисковать разлил на три бочки и часть еще поместил котел в каждой бочке было заполнено по половине на всякий пожарный потому что пеногаситель у меня не был добавить я не мог я отжал сок одной из бочек и уже показывает здесь в районе там 3 процентов остаточных сахаров в принципе я думаю дожидаться пока в ноль сбродит не будем эти там один два процента три дума особо роли не сыграет никакой и посмотрите в котле уже в пароводяном уже начала брага осветляться в принципе здесь еще прохладненько может быть ариометр немного косячи надо по температуре смотреть но в принципе начинаем просто перегон да и все сейчас я все это кошками буду перета перетаскивать ведерками в пароводяной котел все обычным прямотоком начинаем гнать спирт сырец смотрите косточки я собрал получилось где-то треть ведра здесь килограмм наверное 5 точно я это все дело промыл сверху собирал вот эту шелуху которая поднимается но в целом косточки получились но более-менее чистые планируем из них попробовать сделать кофе я думаю сейчас притащу дегидратор высушим и возможно потом все эти зерна зажарим возможно пока не знаю точно а то может быть зажарим они будут невкусные но в интернете пишут что получается принципе неплохо и нам это подсказал сделать дед пихур говорит попробуйте там или 10 процентов кофе можно добавить и все это дело зажарить будет кофе из фиников кто пил такой кофе напишите в комментариях будет интересно а мы пойдем дальше обрабатывать все это дело что при принесу дегидратор и попробуем все высушить получилось у меня 4 поддона я их поставил дегидратор это у нас предварительное будет предварительное так сказать действия чтобы просто тупо высушить пускай не посушится нагреется до 50 градусов а далее уже будет обжарка ну посмотрим будет она или нету на самом деле просто хотя бы соберу потому что вроде как товар ценный но по факту неизвестно может нам говно получится значит смотрите в принципе у нас куб разогрелся на 90 градусов уже пошел спирт сырец первый набежала вот тут буквально там может быть литр это начало перегона я попробовал по вкусу спирт сырец аромат ну никакого нету но вкус спирт сырца сладкий и вкус фиников очень интересно на самом деле посмотрим останется ли это все дело во втором перегоне или нет но как бы все расскажем все покажем а сейчас перегоняем все это дело на спирт сырец это у нас будет первая партия и там еще две бочки вот стоит второй партии поставок перегоню покажу сколько мы набрали спирт сырца и какой крепости все процесс на на 2 финики полностью перегнаны две партии посмотрите получилось у нас в районе 150 литров ариометр только что забросил 50 процентного дистиллята вообще очень неплохой выход на самом деле ну тут было и понятно потому что все-таки финиках очень много сахара сегодня будем заниматься дробной дистилляцией перегонять все это буду наверное на колонии селиваненко с короткой царгой которая будет заполнена медью почему так там почему скажете там шлем не используем еще там что-то блин не охота на самом деле заморачиваться всем этим делом да и плюс у спирта сырца нет такой ароматики хоть сумасшедший где надо было бы за нее там повоевать ее вытащить из из пи и спирта сырца а здесь мы просто сделаем такую легкую фруктовую финиковую водочку зерна высушенные полностью две партии здесь в районе мне кажется 10 килограммов то есть вот так вот они выглядят теперь проблема жаркой не знаю где пожарить или в казане или в духовке аппарат я собрал получается здесь у нас куб состав кай там получать сколько 65 литров полностью все это дело заполнил царга 50 сантиметров 30 и 20 заполненная медью медь прокипятил активировано так что я думаю на один перегон вполне достаточно ее будет ну все получается башка ну все от селиваненко дожидаемся пока у нас куба выйдет на режим разогреется и будем отбирать головы у нас уже температура в кубе 85 практически закипела дождик пошел что мы делаем сейчас я краником настроил струю вот с такой вот на чуть-чуть сейчас убавлю чуть-чуть вот с такой вот где-то скоростью она сейчас изменится будем отбирать головы давайте сразу понюхаем как они но есть такой немного ацетон еще чувствуется ну головы такие не жесткие не жесткие то есть ацетон есть но но более-менее нормальный так ну как более-менее нормальный ну ацетон еще ацетон еще но он таких вот нет ядреных тонов что там вообще нюхать невозможно все вот он такой струйкой тире капелькой начинаем отбор голов отбирать будем в районе двух литров и и далее уже будем ориентироваться на нос вот такое количество голов отобраны это где два с половиной литра ну что он получается прибавляем на 2 и 7 киловатта где-то мощность далее перекидываем приемную емкость и открываем на полную катуху кран все никаких температур ничего термометров колон ничего нету то есть будем отбирать вот как есть то есть принципе здесь где-то спирт по спирту будет крепость но больше 90 это точно потому что в 30 сантиметровой царги у меня шло 90 процентов но здесь еще плюс 20 может быть 92 93 но так как мы будем делать финиковую водку может быть какой-то легкие легкие то она останутся там фруктов но фиников нам это вполне достаточно то есть вот как есть так есть 90 плюс нормально пицца будет и какой-то я думаю аромат будет еще ну должен быть по крайней мере я на это рассчитываю дать понюхаю предварительно ну пахнет приятно нормально то есть сейчас идет такая спиртяжка я думаю сейчас крепость она родилась 4 на идет поначалу вот ладно ждем пока отберется все потому что здесь в кубе получается где-то по расчету насколько 50 процентов 60 литров то есть 30 литров по абсолютному спирту 20 мы отобрали но литров там не знаю 28 наверно какого-нибудь там 92 процентов я думаю заберем ну все я думаю процесс кстати не очень длительный будет потому что на полную катуху кран открыт финиковой водки у нас получилось точнее дистиллят еще не разбавленного вот такое количество это 20 литровая бутыль и где-то около 10 литров в кастрюльке мы сейчас все это дело смешаем в в эту кастрюлю и замеряем какая же получилась общая крепость продукта перед разбавлением общая крепость у нас составила 90 процентов алкоголя то есть получается в районе 30 литров 90 процентного дистиллята сейчас мы это все дело разбавим до 40 дадим отдохнуть и уже тогда будем дегустировать наступил день дегустации мы приехали к деду пихуру мы договорились то что финики его и наши мы продегустируем совместно вот мы приехали в гости с вами паша азбука винокура канал мы ссылки в описании оставим я думаю в принципе вы его знаете вы к нему заходите он вас научит спирт выгонять до жарим мы сейчас шашлык под дегустацию на улице очень холодно где-то минус 27 с утра было сейчас может каш потеплее но так нормально морозно и по поводу косточек фиников что нас остались нам посоветовали их просушить пожарить как кофе обалденно мы это сделали в принципе мы это сделали но нет ну зашу сушили мы их не пожарили как бы не сложилось да она может быть дальнейшем это сделаем ведро пока у нас стоит вы нам подскажите если вы так делали ну кофе из косточков и из косточек фиников подскажите пожалуйста стоит она того или нет ну да 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 подскажите так наш ручок пока да мы сейчас пожарим шалычок как будет готов уже пойдем беседку и начнем пробовать дистиллят наших два образца на столе шашлык готов огурчики лепешечка приступаем кто народ вот этот образец деда пихура который он выгонял из фиников это образец нашим и его сегодня смешали михаил сказал именно так надо делать но объясняет я двух словах объясню смотрите когда вы дегустируете только выгнанный если вы смешиваете ну там до 40 разбавляете и сразу пробуйте тем более спирт уже остается вот в течение там 15-20 минут он такой как будет через месяц как только спирт с водой начнет смешиваться уже так вот уже вкус будет более спиртовой такой и завтра вот это будет очень спиртовой а через месяц она будет такой как вот сейчас поэтому мы спешали вас минут нас и потому что мы не месяц назад снимали понимаешь в прошлый раз когда его мы пробуем дегустировать раз спросил чтобы недели две как вот смешивали вот это важен момент ну что давайте пробуем с чего начнем удалось давай смешиваем у нас стаканы очень интересные водочные мне прям чуть-чуть 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 вот так почему я бы крепко несет ну пахнет приятно приятно но на самом деле месяц почти месяц дня два три осталось до месяца но это важно на самом деле чем дальше тем лучше так что пробуем я требую закуски чего лишнего я не чувствую чтобы могло испортить так я сказал бы я тебе подал бы все вон там тарелочки есть ну ладно давайте руками с огурчика закусим и все ну хорошая водочка из фиников водочка быть ну нормально не мягкая мягкое зашло хорошо но по мне лично так нужно следующее ну давайте допейте закусим подождем к счете чё скажешь пашу яду значит первый на аромат не было ничего отталкивающего но и не чувствовался исходник на значит вкус послевкусие приятно мягко и сладко и появился я просто знаю что это финики в данном случае я бы их если бы была вслепой вслепую дегустации не определил но что хочу отметить не чувствуется ничего лишнего ничего не отталкивает нету какой-то лишней горечи такой хороший застольный напиток упробуем наш давай давай я уже выпил я уже выпил мне нужно с другой тары а это который только только развален мне прям вот так он прям совсем чуть-чуть все 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 давайте мне кажется ну давай мне Мне кажется, в чему-то схожий аромат. Бай к добру. Не схожий. Не схожий? Ну, рядом, но... Более спиртовой. Слушай, очень даже рядом. Ты знаешь, на вкус тоже очень мягко. Не ставь, что будет еще мягче, потому что мы только разбавляли. Мне казалось, у тебя было мягче. У меня месяц стоял, а? А мне наоборот показалось. Знаешь, что он может быть? Потому что мы первые приняли, еще не пили крепкие. Ядрененькие, например. А потом раз, второй же полегче. И там дальше так вот идет. На самом деле, они, вот по мне, так очень похожи. Да. А наш в чем? Мне кажется, что Сереги на кухне. Да, ну вот. Не может быть. Я послушал сначала из бутылочки, которую вы привезли. Мне показалось, он какой-то немножко тяжелый, грязноватый. А сейчас на аромат, по сравнению с первым образцом, он вообще никакого не проявил. Ну, просто как будто здесь вода. Когда ты его дегустируешь на вкус-послевкусие, легкая такая незавершенность, баланса что ли нету. И вот первый образец Михаила, он был какой-то более сбалансированный. Если бы поставили два образца, я их быстро продегустировал и сказали, на каком я становлюсь, я бы остановился на Михаила. Ну, понятно, это всего лишь время разбавления. Понимаешь, ну, я тебе говорю, я научился определять именно, когда разбавляешь, пробуешь, какой он будет. Он всегда будет мягче и так далее. Вот завтра, вот если ты попробуешь, это будет очень жестко. И все скажут, ой, какой водка, спирт и так далее. Но со временем это уйдет и будет мягко, вкусно. И, собственно говоря, я так скажу, что достойно, учитывая, скажем так, это назвать можно молодой, невыдержанный, фруктовый, так сказать, бренди. Бренди? Не, на самом деле сырье такое, по сути дела, оно не ароматное, не впечатляет. Ну, там не аромата, не вкус такого прям нету. И добиться чего-то прям такого, что какой-то улет, я думаю, это, ну, просто нужно сделать чистый, питейный дистиллят, ну, с фруктовыми тонами. Как бы я так понимаю. И выгод, кстати, просто сумасшедший. Слушай, ну, подогнали нам тонну этих фиников. Нам еще с ней работать и работать. Зато просто из фиников будет у нас хорошая водочка застольная. Да, да, да. Так что, в принципе, у кого тоже... Чистенько, вкусенько, не противно. Да, не отталкивает, да. То есть, в принципе, можно нам... Я сейчас, извините, добавлю. Суть в чем, что если мы бы в Африке жили, это один момент. А здесь, ну, досталось сырье. Не все же кинутся сейчас покупать фиников. Да, извините, чтобы делать водку. Есть сырья, слава богу, понимаешь? Ну, мы попробовали, что в Африке из фиников водку можно пить. Да, можно. Посмотреть на оборудование на них. Я вот сейчас определяю, какую можно, какую нет. Еще когда, ну, не открыл, не понюхал, не попробовал, в гости приходишь, там, ну, у меня самогон, там, аппарат. Покажи аппарат. И сразу говорю, не, я не буду пить. Что-нибудь ты, я так в акционалете говорю, из такого аппарата пить не будет, и все. Еще добавлю, что вот ни в первом, ни во втором образце нет такого, чтобы что-то отталкивало. То есть, это чистые напитки, приятные для застолья, для того, чтобы долго посидеть, провести время. Первый у меня выиграл только, выиграл, и выиграл, ну, заговариваюсь, извините, выиграл из-за того, что он был немножко чуть сбалансированнее, более мягкий, более приятный, когда ты его употребляешь. То есть, на вкус, на вкус. Ну, как я и говорил, надо ждать. Ну, да. Время решает. Ладно, всем спасибо, кто посмотрел это видео, как бы, понравился лайк, не понравился дизлайк, как обычно. В описании у нас, да. Ссылки оставим, да. Деда Пихурова, Паша Аразбуквина Кура. Всем спасибо, всем пока. Пока. И мы сейчас так поворачиваем камеру и показываем, а что у нас справа. Если люди смотрят на сосны. Давайте. Давайте, помарим на камеру. Вот так это у нас все происходило. Все смотрят и ждут сосны. Всем пока. А теперь выпиваем и кушаем. Да, все. Всем пока. Спасибо. Спасибо.